Эпизод второй. Ответный удар. До отъезда оставалось всего три дня. Дронго узнал, что уже через несколько дней, покинув этот спокойный берег, он вновь пойдет в атмосферу заговоров, мятежей, нескончаемых войн. Вновь будет жить почти в полосе военных действий, наблюдая, как одна группа людей захватывает власть у другой. После развала империи, гражданином которой он был, его бывшая небольшая провинция этой державы стала самостоятельным, почти банановым государством. Правда, английские газеты однажды заметили, что в его небольшом государстве растут не бананы, а баклажаны. От этого было не менее стыдно и не менее горько. Но до этого срока у него было еще три дня, и он старался максимально использовать каждый час. Эта старая женщина ему сразу не понравилась. Хотя понятия старой во Франции не существует, тем не менее женщина уже давно перешагнула бальзаковский возраст. Самое неприятное, что она, увидев его, сразу направилась более твердым шагом, уже не меняя направление. Эта старая карга искала именно его. Она была высокого роста, в темном платье и огромной шляпе. Лица он не разглядел, только упрямо сжатые губы. Бежать было поздно. Он позволил ей подойти совсем близко и лишь тогда повернул голову. Ее не смутил даже этот холодный взгляд. Она явно рассчитывала добиться своего. Ему пришлось подняться такого удобного кресла. — Добрый день, мадам. — Полонская. Она уселась напротив него, остановив жестом официанта, уже собиравшегося подскочить к ним. Он сел, уже понимая, что так просто не отряжется от этой старухи со строгими глазами. — Сегодня прекрасный день, мадам Полонская, — улыбнулся он, пытаясь расположить к себе эту незваную гостю. — Вы, мсье Ле Жибрус, — спросила она по-французски. До этого он говорил на английском. Но он ее понял. — Простите меня, мадам, я плохо говорю по-французски. Если хотите, могли бы мы говорить по-английски? — А по-русски? — вдруг спросила она на русском языке. — Ведь вы, бывший гражданин Советов, должны знать этот язык. — По-русски она говорила с отчетливым французским акцентом. — Но довольно правильно. — Вы, моя бывшая соотечь Синьца? — спросил Дронго. — Упаси бог, — дернула женщина. — Я подданная Франции уж полвека. Мои родители бежали сюда еще в девятнадцатом. — Я думала, вы слышали нашу фамилию Полонский. Мой дядя Николай Полонский был коммердинером его илечества Кирилла Петровича. — Старая дура, — раздраженно подумал Дронго. — Теперь начнет описывать генеалогию их дома. Только этого не хватало. — Простите, мадам, я не думал, что вы из тех Полонских, — снова постарался улыбнуться он, — чем могу быть полезен. — Вы тот самый мсье Леживр, который вел расследование на вилле Харрисона. Он так и думал. — Ведь оставалось всего три дня. Возражать было бессмысленно. Кто-то из корреспондентов поместил в газете его чудовищные фото. — Я не вел расследование, — как можно строже, — ответил Дронго. — Его проводил известный ученый-криминолог мистер Стивен Росс. Я просто помогал ему. Если вам нужна какая-то помощь, обратитесь к нему. Я могу даже дать его телефон в Лондоне, — злорадно добавил Дронго. — Нет. — Мне нужны вы, — возразила упрямая старуха. — У меня истекает виза через три дня, — старался как можно спокойнее сказать он. — Я не смогу сдержаться во Франции. Вы мне нужны всего на один день. — Будь ты проклята, — подумал Дронго. — Она так просто не отвяжется. — Чем я могу вам помочь? — У меня пропал внук. Он чуть не рассмеялся. Конечно, он мог предвидеть такой ответ. — Давно? — спросил он же безнадежным голосом. — Пять лет назад. — Невозмутимо ответила мадам Полонска. Он снова чуть не рассмеялся, едва сдержав смех. — И вы решили искать вы ему теперь? — Простите, мадам, вам не кажется, что мы немного задержались с поиском? Видимо, она все-таки уловила иронию в его голосе. — Я не сумасшедшая, — произнесла она своим скрипучим голосом. — Мой внук, Серж Полонский, исчез ровно пять лет назад. — Сначала мы думали, что он просто ушел из дома и не обращались в полицию. Тем более, что вскоре мы получили от него письмо. Но потом он замолчал. Мы начали беспокоиться, даже наняли частных детективов, но его не нашли. — Вот уже пять лет, как я в последний раз видела своего внука, поэтому я прошу вас о помощи. — Вы действительно считаете, что я могу за один день найти человека, исчезнувшего пять лет назад? — изумил Судронко. — Найти вашего внука, который не могли найти даже частные детективы и полиции? Это нереально, мадам Полонская? Я боюсь, что у вас весьма преувеличенное мнение обо мне после этой газетной статьи. — У меня было видение. — Терпеливо, — ответила она. — Я знаю, что вы можете мне помочь. — Это вообще не из моей области. — Видение не по моей части, мадам Полонская. — Они соберутся у меня завтра. — Тихо, — продолжала женщина, как ни в чем не бывало. — Соберутся все. Вы можете найти среди них убийцу. Я умру с спокойной душой. Серж был последним Полонским в этом мире. Его родители погибли во время авиационной катастрофы. Помогите мне, мистер Лежир. Она была сломана в трансе. — Дронгу была неприятна сама мысль, что он может взяться за расследование преступления, совершенного пять лет назад. — Кто они? — спросил он. — Ваши друзья, знакомые или духи ваших знакомых? — Не издевайтесь. Гневно сверкнула глазами Полонская. — Приедут все, кто был в тот роковой вечер у нас дома. Вам нужно только выбрать. Я хочу знать, кто из них мог убить себя же и за что. — Простите, мадам Полонская, но мне кажется, вы непоследовательны. Только что в начале беседы вы сообщили, что ваш внук сам куда-то уехал, после чего вы даже получили от него письмо, а тетя утверждает, что его убили. Вам не кажется бестактным, если я обращу внимание на эту странность? — Его убили. — Теперь я точно знаю. — Письмо мы отправили на экспертизу, оно поддельное, а про убийство я знаю, потому что Серж носил на груди крест святого Андрея Первозванного, работа фирмы Фабержа. Крест был усыпан пятнадцатью рубинами и бриллиантами, очень маленькими, но искусно подобранными. Это был крест моего сына, я не могу его перепутать. — Один из камней, — продолжала Полонская, — имел небольшой изъян. Полонская подняла голову. — В молодости она была очень красивой женщиной, — впервые подумал Дронго. В руках у женщины блеснул крест. — Где вы его взяли? — спокойно спросил Дронго. — Дело становилось интересным. — Купила в магазине в Марселе. Случайно зашла и увидела этот крест. — Когда? — Полгода назад. — И не заявили в полицию? — Они вели себя так же, как вы сегодня. Обещали помочь выжившей из ума женщине, и все больше никто ни разу даже не позвонил. — Простите, вы узнавали, как попал этот крест в магазин? — Его сдали три года назад. Никто не помнил ничего, а старый хозяин умер. — Вы сказали... — Мы проверили письмо. Кто это мы? — Я... Она все-таки колебалась. — И мой друг, мой знакомый, много лет. И он всегда мне помогал. — Как его зовут? — Я бы не хотел... Я спросил, как его зовут. — Он француз. — Граф Жорж де Рувруа. — Он что, родственник или потомок герцога Сен-Симона? — С чего вы взяли, — удивилась Полонская. — Герцог Сен-Симон Луи де Рувруа, один из наиболее известных французских писателей восемнадцатого века. — Я не слышала об этом. Однако, как хорошо вы знаете родословные французских аристократов. Действительно, вас послал ко мне Бог. Мне неизвестных родословные. Просто я люблю французскую литературу. Вернемся к нашим проблемам. — Что было написано в письме? — Оно с вами? — Конечно. Полонская протянула ему уже пожелтевший конверт. — Откуда пришло письмо? — Из Южной Америки. — Из Аргентины. — Отправитель, конечно, неизвестен. Женщина горестно помолчала. Дронго достал сложный лист бумаги и прочитал письмо. — Дорогая Кэт, у меня все в порядке. Не волнуйся. Немного побуду в Аргентине, Бразилии. Деньги пока есть. Береги себя, твой Серж. — Кому он отописал письмо? — Мне вздохнула женщина. В доме все знали, что он называл меня Кэт. Меня зовут Екатерина Григорьевна. — Очень приятно. Он встал, поцеловал женщине руку. Все-таки у нее было такое горе. — Давайте договоримся сразу, — предложил Дронго. — Я не маг, и у меня не бывает видений. Чудес я делать не умею. Вы расскажете мне, кто был у вас в доме пять лет назад, кто будет завтра. Я приму приглашение и приду на ужин. Но должен предупредить. — В успех я почти не верю. Ваш внук мог исчезнуть где угодно. — А крестик! — возразила Полонская. — А поддельное письмо. — Поэтому я и собираюсь завтра к вам. У вас собственный дом, где вы живете. — Это дом из моих родителей. Он был куплен на часть тех ценностей, что удалось вывезти моей покойной матери. Дом находится недалеко от Салерна. Там целые поместья. — Большой, — уточнил Дронго. — Около десяти гектаров. — Кажется, работа усложняется, — подумал Дронго. — Найти что-нибудь на такой территории почти невозможно. — Кроме вашего друга кто-нибудь знает об этом кресте? — Больше никто. Я не хотела заранее говорить. Кроме того, мы встречаемся лишь несколько раз в году. — Если я вас правильно понял, завтра вечером у вас собирается абсолютно тот же состав, что пять лет назад. — Да, почти. — Что значит почти? — Не будет нашего повара. Он умер в прошлом году. Потом сменилась одна из наших горничных. — Да. — Сколько слуг в доме? — Всего пятеро. Водитель, сторож, повар, две горничные. — А сторож тогда не видел ухода Сержа? Кстати, он ушел и уехал. — В том-то и дело. Он уехал, но на первой заправочной станции его автомобиль вышел из строя. Правда, рабочие видели, как он поймал такси. Номера они не запомнили. — Он поехал в сторону города? — Да, но больше его никто не видел. А машину через два дня пригнали к нам. — Она и сейчас стоит там? — Да, в гараже. После исчезновения Сержа на ней никто не ездил. — Что за автомобиль? — Кажется, с Шевроле я плохо разбираюсь в машинах. — Теперь подумайте, прежде чем ответить. — Ваш внук мог вернуться в поместье незамеченным? — Конечно, мог. Она достала платок, вытерла лицо. — У нас не такая высокая ограда. Он любил лазить, где попало. Теперь перечислите подробно, кто именно будет сегодня вечером у вас в гостях. — Мой друг, о котором я говорила, мы знакомы уже много лет. Он посвящен во все наши семейные тайны. — Сколько ему лет? Много, — покраснела женщина, — как и мне, мы почти одного возраста. — Давайте дальше. — Моя старшая дочь Мария, она ботаник, работает в научном центре в Париже. — Ее муж Михаил Дольский, он предприниматель, из очень известной семьи Дольских. Его мать... — Мадам Полонская, давайте для начала просто перечислим всех присутствующих. — Довольно невежливо перебил ее Дронго. — Да, да, простите, конечно. — Еще присутствует наш сосед Морис Лепелье и его супруга Тереза. Они живут рядом, мы дружим уже давно. — Сколько им лет? — Морису за пятьдесят, Терезе лет на десять моложе. — А почему вас интересует их возраст? — Если я возьму за ваше дело и буду завтра ужинать в вашем доме, то должен предварительно знать все интересующие меня детали. Поэтому я и спрашиваю. Продолжайте. — Еще был мой племянник Игорь, ему около тридцати. Они очень дружили с моим внуком, практически вместе росли. Ее мать моя младшая сестра умерла два года назад. — Она присутствовала в тот последний день, когда исчез Серж? — Нет, она уж тогда болела. Ее дом в Нормандии, они живут там уж почти сорок лет. Еще был управляющий делами нашей семьи Жигунов Илья Устиныч. Его родители из терских казаков ушли из Крыма вместе с армией в Рангель. — Жигунов работает у нас много лет. Я знаю, уже лет двадцать, вот и все. — Значит, вместе с вами восемь, а если считать прислугу, то еще плюс три, правильно? — Да. Но сторож сидел весь вечер у проходной. В тот вечер передавали какой-то футбольный матч, и к нему зашел его приятель. — В это проверяли? — Конечно. Его команда проиграла, и они от огорчения пили всю ночь. Я это хорошо помню. А вторая горничная отпросилась у меня в тот вечер. А водитель? Он был в гараже, осматривал автомобили. — В любом случае ни у одного из троих нет твердого алиби, — убежденно сказал Дронго. — Нужно будет все проверить. — Дом далеко от гаража? — Да, довольно далеко, метров пятьсот. Гараж не виден, он серый, за деревьями. — У вас в парке много растительности? — Много. Нужно держать садовника или рабочих по уходу за садом. На это уж нет денег. Иногда сторож или девушки поливают, а вообще-то парк сильно запущен. Дом большой? — Не очень. Два этажа, всего десять комнат. Наверху шесть комнат для гостей. А внизу, в левой части, моя спальня, кабинет покойного мужа. В правой большая гостиная, библиотека. Кухня, кладовые пристроены к дому. Выходят в коридор задней части дома. — У вас есть подвал? — Совсем небольшой. Мужу нравилось хранить там новые сорта французских вин. Вы беретесь за это дело? — Мадам Полонская. — Что конкретно вы хотите? — Я хочу знать. — Твердо, что моего сержа... В общем, я больна, тяжело больна. Мне нужно пересмотреть завещание. — У вашей дочери есть дети? — Двое. Они уж достаточно взрослые. Борису, старшему ж двадцать два, он оканчивает Гарвард. Очень способный молодой человек. Он не Полонский, он Дольский. У меня нет больше прямых наследников. Так вы беретесь за это дело? — Вы серьезно считаете, что, поужинав сегодня в вашей компании, я смогу определить, куда исчез пять лет назад ваш внук и кто его предполагаемый убийца? — Вы верите в Бога? — вдруг спросила женщина. — Это имеет отношение к нашему делу? — Имеет. — Серьезно ответила Полонская. — Бог видит все. Нельзя снимать освященный крест субьенного. Завтра вы скажете мне, кто убил сержа. — А почему вы считаете, что это кто-то из ваших близких людей? — Другого не может быть убежденно, — ответила Полонская. — В тот вечер Серж был на веселе. Немного возбужден. Он разругался со всеми и пошел к своей машине. Больше мы его не видели. — Почему он ругался? — Сейчас не помню. Сначала он наговорил гадости Жоржу, затем поскандалил с Морисом. Жигунов пытался его остановить, но он резко оборвал и его, затем ушел к машине. Игорь побежал за ним, пытаясь его вернуть, но все безрезультатно. С тех пор мы его не видели. — Да, после смерти родителей у него бывали нервные срывы. Так вы будете завтра вечером у меня дома? — Буду. Наконец выдавила. — Напишите ваш точный адрес для такси. Она протянула ему свою визитную карточку. Встала. Он поднялся вслед за ней. — Последний вопрос, — произнес Дронго. — В случае подтверждения смерти вашего внука ваше завещание сильно меняется? Она испугалась, да, скорее испугалась, чем удивилась. — Разумеется, — быстро произнесла Полонская, отходя от его столика. Оставшись один, он с ужасом вспомнил, что согласился на завершний ужин. — Жаль старуху, — подумал Дронго, — но вряд ли ей можно помочь. Просто она вбила себе в голову эту бредовую идею. — С другой стороны, интересно посмотреть на всех этих гостей. Может, действительно что-нибудь выйдет? Он сидел долго, очень долго, пока наконец подошедший официант, уже восемь раз подававший ему чай и извиняющимся тоном, не напомнил, что они закрываются. К этому времени сложилось некое подобие плана, который он намеревался завтра осуществить. Такси прибыло за ним вовремя. Правда, искать довольно запущенное поместье Полонских пришлось часа два. Никто не знал, где находится этот дом, пока НКС Дронго не вспомнил об их соседях Ля Пелье. Такси, связавший с парацией с диспетчером, нашел довольно запущенный парк. Старик-сторож, очевидно заранее предпрежденный, отпрямь к дверь, старую, покрытую ржавчиной, которая открывалась вручную. Печать какой-то ветхости и разрушений лежала на всем поместье. Оно резко отличалось от соседних ухоженных парков, обминавшихся в истории благоустроенные площадки для гольфа, чем парк, окруженный садами. У дома Дронго встретила молчаливая пожилая женщина. Лет пятидесяти. Она молча дождалась, пока гость выйдет из автомобиля. Молча кивнула, также молча проводила гостя в гостиную. Полонская уже ждала его, одетая в темно-зеленое длинное, почти до самых пят платья. — Благодарю вас, — просто сказала она. — Как мне вас представить? — Анри Ле Живер, только предупредить, что я не говорю по-французски. — Обязательно. — Они приехали все, все, кто был в тот вечер. Нас будет восемь человек, а с вами девять. — Двенадцать никогда не сбрасывайте со счетов прислугу, — напомнил Дронго. — Они обычно видят больше и знают больше, чем мы думаем. — Это женщина, которая меня встречала, и была в тот вечер? — Кажется, да. Не обращайте на нее особого внимания, она всегда так замкнута. — Это заметил. — Ваши гости наверху? — Конечно. Прямо над нами Мария с мужем, рядом углу Игорь, в другом конце комнаты Жоржа и Жигунова. Мария звонила, что они уже выезжают, еще две комнаты свободны. Вы можете подняться в любую из них. — Спасибо, но я хотел бы сначала обговорить с вами. — Несколько деталей. — Внимательно выслушайте меня. Обещайте делать все, что я вам сейчас скажу. — Шансов у нас почти нет, но если есть хоть один, мы будем вынуждены разыграть некое подобие фарса, от которого зависит наше расследование. — Вы даете слово делать все, что я вам скажу. Полонская вздохнула. — Господь послал мне вас. Говорите, что нужно делать. Он подробно изложил свой план, стараясь по возможности щадить ее нервы. Надо отдать ей должное. Она была сильной женщиной. И сразу на все согласилась, поняв его замысел. К семье вечера первым в гостиную спустился Игорь. Это был молодой парень, уже успевший переболеть панками и рокерами. По моде середины девяностых он был в скромном сером однобортном сюртуке, голубой сорочке без галстука. Рукопожать у него было мягким, расслабленным. За ним приехали соседи Лепелье. Морис был крепкий, коренастый мужчина, невысокого роста, с резкими, грубоватыми чертами лица. Тереза, напротив, была изящной, миниатюрной шатенкой, всячески подчеркивающей свою удивительно устроенную фигуру, для чего носила брючные костюмы, плотно облегавшие тело. У нее была короткая прическа, что вместе с веснушками на ее, чуть вздернутом носике, придавало ей какое-то озорное, почти детское выражение. Рукопожатие Морисы было тяжелым, крепким, почти крестьянным. Тереза подмигнула, протягивая руку. Мария и ее муж спустились по очереди, церемонно представившись, подходя к столу. Мария была высокого роста, сорокалетней, уже начинающей сидеть женщина. Она чем-то неуловимо напоминала мать, но вместе с тем была выше ростом и имела более жесткий, чем матери черты лица. Ее муж, высокий, подтянутый господин, просто представился, не подавая руки. Михаил Дольский. Он сказал это почти по-английски. Здесь можно как-то произнести русское имя на английский лад, принеся вместо А букву Я и смазав такие буквы, как И и мягкий знак. Последний в гостиную спустился Жигунов. Этот человек, казалось, стоял из нескольких бильярдных шаров. Бочкообразная грудь, какие-то округлые руки и ноги, абсолютно лысые, почти идеальной формы шара, небольшая голова, круглые живые глаза, полные губы. Он быстро пожал руку Джонга, побежал к столу. Полонская пригласила всех к столу. Затем из библиотеки вышел Жорж де Рувруа. Очень высокого роста, весь седой он являл собой почти ушедший тип европейского аристократа. Рукопожатие у него было твердым, но спокойным, как подобает настоящему герцогу де Рувруа. Джонгу понравились его глаза. Спокойные, открытые, изначально благожелательные. За столом обе семейные пары прошли по традиции влево. Тереза и Мария с своими мужьями заняли левую половину стола. Графиня Полонская, ее друг Жорж де Рувруа, Игорь, мсье Леживр и Жигунов, оказались справа. Таким образом, Дронга сидел в самом центре между Игорем, хозяйкой дома, напротив Терезы Лепелье. Вначале разговор шел о последних событиях в Югославии. Предупрежденный хозяйкой, все говорили по-английски. Недавно вернувшийся из Хорватии Дульский, где у него были филиалы компании, с возмущением рассказывал, как воюющие стороны уничтожают города и села, друг друга, не пытаясь щадить даже женщин и детей. «Это такой ужас!» — подхватила Тереза, бросавшая на Джонга довольно откровенные взгляды. «Все потом показывают по телевизору, там столько убитых. Это не так страшно!» — возразил Дронга. «Жизнь и убийство страшно и отвратительно!» «Да!» — оживилась Тереза. «А когда они страшны?» — она говорила с отчетливым французским акцентом. «Когда оно загадочное, когда убийца неизвестен!» «Как интересно! А вы не детектив, мистер Ле Живр? У вас французская фамилия. Где-то я ее слышала!» «Мистер Ле Живра, дорогая моя!» — скрипучий произнесла Нкаецполонская. «Очень неизвестный детектив. Про него писали все газеты на прошлой неделе. Он расследовал два убийства на вилле Харрисона». «Мы читали угрюмо!» — подтвердил Морис. «Помнишь, там даже был портрет мистера Ле Живра?» «Так это были вы!» — вспыхнула Тереза. «Как интересно!» «Это действительно вы?» — спросил Игорь, поворачивая голову. «Да, я сегодня приехал по просьбе хозяйки дома», — невозмутимо ответил Дронго. «Надеюсь, убийство сегодня не предвидится?» — пошутила Тереза. «Это было бы крайне неприятно самой очутиться в компании подозреваемых. Хотя это наверняка так интересно!» — не очень возразил Дронго. «Он дождался, пока ему положили паштет. Та самая молодая горничная. Меня пригласили, чтоб я помог с поиском исчезнувшего Сержа Полонского!» — громко объявил Дронго. Громко упала вилка. Дольский, наклонившись, поднял ее. «Ничего, дорогая!» — тихо сказал он жене. Дронго заметил, как Жорж положил свою ладонь на руку графини Полонской. «Вы приехали из-за этого?» — спросил Игорь. Лицо у него заметно покраснело. «Не только», — возразил Дронго. «Я пытаюсь найти его убийцу». На этот раз все молчали довольно долго. «Должен признаться, мистер Оляжевер, что ваш стиль может шокировать кого угодно. Почему вы решили, что несчастный Серж был убит? По нашим сведениям, он исчез где-то в Южной Америке?» «Это блеф», — Дронго внимательно следил за всеми присутствующими. «Письмо из Южной Америки было фальшивкой. Кто-то отправил его от имени Сержа. Экспертиза доказала, что письмо было поддельное. Марии стало плохо. Она перлаз на руку своего мужа, просив его налить ей воды. Залпом выпил весь стакан. «Это жестоко», — сказала она. «Являться сюда и говорить такие вещи. У вас нет доказательств?» «Есть». Дронго достал из кармана крестик Сержа Полонского, взятый им накануне у графини. Вот этот крест был на Серже Полонском с самого дня рождения. Эффект был очень сильный. Тараза вскрикнула, Жорж сильно побледнел. Игорь открыл рот, замерев от ужаса. Мария стиснула кулаки. Мария заплакала, казалось, она сейчас потеряет сознание. Жигунов качал головой, только Дольский сидел на хмуре в брови. «Вы испортили нам ужин, Мселя, Живр?» Грозно сказал он. «Вы не считаете, что ваше сообщение лучше держать при себе или передать в полицию?» «Не считаю». Он лез на пролом, зная, что другого шанса у него не будет. «Завтра полиция сообщит нам, каким образом этот крестик мог попасть в магазин». «Господа!» Мария вскочев, выбежала из гостиной. Может, что-то пробомотав, последовал за ней. «Вы мне ничего не говорили про Мсель и Живра», — мягко упрекнул хозяйку дома Жорж. «Да, дорогой, я не хотела вас беспокоить. Несите утку!» — закричала Полонская на весь дом. «После такого сообщения», — пробомотал Жигунов, — «есть не захочется». «Почему вы думаете, что крест был снят с убитого?» — спросил Морис. «Может, парень его просто потерял?» «Морис, пожалуйста», — о чем-то просила довольно испуганная Тереза. «Подожди», — разозлился муж. «Я хочу знать, почему мистер Живра решил, что его убили? Когда он уезжал отсюда, он был сильно пьян. Может, он просто потерял эту вещь?» «Не получается», — возразил Дронго. «Серж носил ее на телень, когда не снимал. Вы видите, здесь такая короткая цепь и довольно своеобразная застежка. Такая не могла сама открыться. И вы, по стимболе, кто-то снял ее с Сержа Полонского». «Какой ужас!» — вздохнул Жигунов. «Вы действительно так считаете?» — спросил очень бледный Игорь. «Во всяком случае, я так думаю». «Но он был сильно пьян», — крикнула Тереза. «В тот вечер у него плохо работала машина, и он купил еще одну бутылку недалеко от заправочной станции. Тереза!» — предостерегающе, — сказал муж. Горничная внесла утку, молча обходя каждого. Ей согласились только Жигунов и Графиня. Остальные от утки отказались. «Откуда вы знаете, что он взял там еще одну бутылку?» — спросил Дронго. «Ведь Серж не возвращался больше сюда». «Откуда я?» «Я не знаю», — Тереза растерянно смотрела по сторонам. «Действительно, откуда?» — громко спросил Жорж де Рувруа. Маленький носик Терезы сморщился, и она заплакала. Морис вскочил на ноги. «Я не позволю никому устраивать допрос моей жене». «Может быть, вы расскажете нам, откуда ваша супруга могла знать о действиях Сержа после того, как он уехал?» — спросил Дронго. «Расскажи им, Морис», — попросила Тереза, — «теперь уж не нужно скрывать». Морис сел на стул, попил вина и немного успокоился. «Этот парень, — начал он, — вернулся обратно, когда выяснилось, что его автомобиль не пойдет дальше. Я был дома, когда услышал крики Терезы и высочил во двор. Простите, графиня, то, что я увидел, меня просто потрясло. Молодой человек, очевидно решивший, что меня нет дома, пытался изнасиловать мою жену прямо в саду. Он жал кулаки. «Что было потом?» — спокойно спросил Дронго. «Ничего». Я подбежал, поднял его, закатил ему пару оплеух. «Конечно, я его не убивал, я же видел его состояние, он почти невменяем. Шел сильный дождь, он упал еще раз прямо в грязь. Потом вскочил, начал размахивать руками, ругаться, снова упал. Это было ужасно. Потом, наконец, он смог подняться и пойти к воротам. Вот, собственно, и все». Тереза всхлипнула, доставая платок. «Мы не хотели вас огорчить, мадам Полонская», — сказала она. «Понимаю», — безжизненным голосом произнесла Полонская. «Значит, он все-таки вернулся обратно». «Да, но потом он снова ушел», — сказал Морис. «Простите, я принесу жене стакан воды». Он поспешил на кухню. Все потрясенно молчали. Затем появился Морис со стаканом в руке. Тереза залпом выпила воду. «Спасибо», — слабо улыбнулась она мужу. «Стенует что-то зябко», — сказала графиня. «Жорж, дорогой, может, вы принесете мою накидку из кабинета?» «Конечно, дорогая графиня». Жорж поспешил из гостиной. Игорь откинулся на спинку сиденья. «Вот тебе исчезновение, Сержа». «Морис, ведь вы его давно ревновали к своей жене». «Он, наверное, напился, просто шутя пытался ее поцеловать. А вы его избили?» «Ничего подобного». «Я дал ему все две оплеухи», — возродил Морис. «Не нужно говорить глупости. Я тоже понимал его состояние». «Да, зло», — сказал Игорь. «Видимо, он тоже доставался от соседа за приставание к Терезе». «А почему у Сержа был огромный синяк под глазом?» Жорж вернулся с накидкой и заботливо накинул ее на плечи графини. «Давайте зажжем камин». «Лучше я, — вскатил Жигунов, — сейчас принесу все необходимое. Он заспешил на кухню. «Скажите, — Игорь спросил вдруг Дронго, — откуда вы знаете, что у него был синяк именно под глазом? Значит, вы видели его после супругов Ля Пелье?» Молодой человек понял свою ошибку. Тяжело вздохнув, он обхватил голову руками. «Какой дурак!» — тихо произнес Игорь. «Я жду ответа на свой вопрос», — напомнил Дронго. «Видел», — выдавил очень неохотно Игорь. «После того, как его чуть не убил Морис Ля Пелье». «Это ложь!» — вскочил Морис. «Серж пришел ко мне», — докончил Игорь. «Успокойтесь», — поморщился Дронго. «Сядьте все и успокойтесь». Жигунов принес щипцы для камина, дрова. Старательно разложил, все уж готовился щелкнуть зажигалкой, как вдруг графиня Полонская спросил Игоря. «Почему ты не говорил об этом? Почему меня не позвал?» «Он был в таком состоянии», — вздохнул Игорь. «Не хотел вас беспокоить». Жигунов наконец растопил камин. Стало уютнее и немного веселее. «Он поднялся к вам в комнату?» — спросил Дронго. «Да, я его встретил в парке. Он два раза падал». «Вы его привели к себе?» Да он пошел принимать душ, но, не дойдя, вдруг что-то вспомнил, начал ругаться, сказал, что ему заплатят за все. Я пытался его удержать, но он, оттолкнув меня, вышел, сильно хлопнув в дверью. «Как он сказал?» — уточнил Дронго. «Сказал, что они заплатят за все, и ушел». «Вы не можете сказать, куда?» — снова спросил Дронго. «Ко мне!» — раздался невозмутимый голос вошедшего в гостиную Идольского. «Марии совсем плохо», — коротко сообщил он теще. «Поэтому я оставил ее наверху». «Вы видели Сержа в ту ночь?» — спросил Аполлонска. «Видел. Он валился в нашу комнату, когда там не было Марии. Тот кричал, угрожал. Он был сильно пьян. Мне не понравился его вид, я просто выставил за дверь». «А что он просил?» «Как обычно, денег, конечно, я ему отказал и выставил за дверь». «Слава Богу!» — с чувством произнесла Аполлонская. «Слава Богу!» — она сказала это по-русски. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил тоже по-русски Дронго. «Я знала, что Серж вернулся и побывал у Дольского. Я боялась, что это он. Он из-за завещания горничной слышал их крики. А теперь вы так не думаете?» «Он же сам все рассказал. Точнее, о чем не говорит?» Дронго выпрямился, посмотрел на продолжавшего стоять Устины Дольского. «Вы его выгнали, и все?» «Да, потом, немного успокоившись, я спустился за женой. Она была у матери». В этот миг раздался страшный крик, словно из преисподней. Все вскочили. «Это на кухне!» — испуганно прошептала Аполлонская. Первыми бросились туда Морис, Жигунов и Дронго. Уже за ними на кухне появились Дольский, Жорж и Игорь. Женщины остались в гостиной. Кричала самая молчаливая работница. В этом доме на столе с почти разрубленной головой лежал какой-то человек. Рядом валялся окровавленный топор. Дронго подошел ближе. «Кто это?» — спросил он у остальных. «Кажется, водитель, Альберт!» — смотрелся Морис. «Кто его так?» «Бегите к воротам!» — почти приказал Дронго Игорь и Морису. «Только вдвоем!» «Посмотрите, все ли там в порядке у сторожа, и сразу возвращайтесь!» «Господа, помогите мне!» Вместе с Жигуновым они переверно улетели. Водитель был мертв, уже не дышал, но по еще продолжающей сворачиваться крови Дронго понял, что убитый получил смертельный удар всего несколько минут назад. «Успокойтесь!» — сказал он, кричавший женщине. «Где ваш повар?» «Он спустился в кладовую, а я пошла с ним выбирать вино для десертов!» Появился запыхавшийся столстяк. По его рыхлому лицу Дронго сразу определил его профессию. «Все выйдите отсюда!» — сказал он. «Господин Дольский, вызовите полицию!» «Все остальные вернитесь в гостиную!» Он наклонился над убитым, подозвал повара. «Вы останьтесь!» Джордж увел плачущую служанку в гостиную. «Скажите!» — спросил Дронго, когда они остались одни. «Это удар профессионала?» «Я его не убивал!» — смутился столстяк, не понявший английского. «Знаю!» «Вы были вместе с служанкой в кладовой?» «Удар!» «Посмотрите, удар!» — показал Дронго. «Это профессиональный удар!» Толстячок понял. Зажмурил глаза, наклонился, потом открыл один глаз, второй. «Да, — сказал он, — удар очень сильный, профессиональный, но это не я!» «Спасибо!» «Накройте его какой-нибудь простыней!» И он вернулся в гостиную. Там уже собрались все находящиеся в доме. Сама графиня Полонска, Жорж де Рувруа, Дольски и его супруга, спустившиеся вниз на крики, Жигунов, Игорь, супруги Лепелье и две служанки. Старшая, ставшая свидетелем происшедшего, продолжала что-то доказывать всем. Вторая, тоже испуганная, молча озиралась по сторонам. «У сторожа все в порядке», — сообщил Морис. «Никто не заходил и не выходил. Мы его предупредили, что сейчас приедет полиция». «Это божья кара», — постонала Полонская. «У меня было видение». Все говорили одновременно, взволнованный происшедшим. Дронго отошел к камину и сел на один из стульев. «Итак, совершено убийство. Еще одно. Убийца — один из тех, кто находился в комнате. Это безусловно. Из гостиной выходили и четверо. Дольски он сдержался дольше всех. Жорж де Рувруа, Жигунов и Морис Лепелье. Что-то услышанное во время ужина так потрясло убийцу, что он решил сразу начать действовать. Но почему водитель? Что он мог знать? Что-то связанное с машиной, или он был сообщником убийцы? В любом случае, ясно, что этот Альберт обладал какой-то информацией. Стоп! Почему только информацией? Глядя на этих господ, можно было понять, что все они люди довольно состоятельны. Крести, хоть и красивый, но стоил не больше пятисот-семисот долларов. Так рисковать за такие ничтожные деньги ни один из них не стал бы. Значит, у убийцы мог быть сообщник. Сообщник, для которого пятьсот долларов огромные деньги. Похоже, Альберту сегодня крупно не повезло. Кроме того, в ту ночь Серж не сумел далеко уехать на своем автомобиле. Можно предположить, что Шевроле намеренно вывели из строя. Здесь нужна помощь профессионала-водителя. Думай быстрее, через полчаса здесь будет полиция. Тогда все. Придется задержаться здесь еще на месяц. Не спасу даже лавры лучшего сыщика Интерпола. Вокруг продолжали громко спорить, кричать, суетиться. Он молчал, продолжая сосредоточенно думать. Жиганова послали с дровами, Жоржа де Рувруа послали за накидкой, Дольский помог увезти жену. У всех у них был повод выйти, обоснованный повод. Морис взялся сам принести воду для жены. Она его, кажется, даже не просила. Дронго вспомнил о рукопожатии. Сильное, крепкое. Такое может ударом топора раскроить череп. Ту ночь Серж мог приставать к его жене. По взаимной договоренности. На Терезу-то похоже. Заставший их Морис хочет убить Сержа, но тот убегает к себе домой. Затем Морис возвращается, находит Сержа и убивает его. Похоже, но причем-то водитель. Тогда, скорее, вторая жерва должна быть. И вот и Реза. Господи, в какую гнусную историю его втянула эта старуха. Он ведь еще вчера чувствовал, что все будет плохо. А теперь все очень плохо. И еще один труп. А убийца здесь рядом смотрит на него и усмехается. Кто мог уйти на кухню и оказаться там в момент убийства? Затем поставил четыре фамилии. Написал цифру два. Кто мог нанести такой удар? Подумав, поставил уже три фамилии. Кто мог договориться с водителем об автомобиле? Четыре фамилии. Кто должен был дать деньги Сержу? Две фамилии. Кто мог отправить письмо, подделав почерк Сержа? Пять фамилий. Кто мог быть заинтересован в гибели и Сержа Полонского? Три фамилии. Затем, подумав, дописал. Кто не встречался с Полонским в тот вечер? И снова поставил две фамилии. Это еще один вопрос. Всего одна фамилия. Затем положил ручку в карман. Он же приблизительно знал, чего хочет. Следивший за ним, убийца вдруг понял, что Дронго знает. И отчаянным усилием воли заставил себя улыбаться. Игра шла до конца. Уходить было поздно. Через десять минут приехала полиция. Дронго подошел к хозяйке дома. — Вы знали, что у Сержа сломается машина? — спросил он. — С чего вы взяли, угрюмо? — спросила мадам Полонская. — Я задал вопрос. Терпеливо напомнил Дронго. — Знала, — отвернула женщина. — Я не хотела, чтобы он уезжал. — Кому вы дали поручение? Полонская тихо сказала. Дронго кинул. Полицейские инспекторы добросовестно осмотрели весь дом, исследовали труп, опросили всех находящихся в доме. По их версии, убийцей был посторонний грабитель, проникший в дом из парка. Возглавлявший бригаду инспектор Бувье, долговязый, мрачный, неразговорчивый субъект, дотошно опрашивал каждого свидетеля, пытаясь найти противоречие в их показаниях. Дронго сидел в стороне, не обращая внимания на суету вокруг. Он для себя выяснил почти все. Бувье долго разглядывал его документы, удивляясь, почему Мсье или Живор не знают французского. На предложении позвонить в Интерпол или комиссару Дюбуа в Монтелье, только неприятно улыбнулся, обнажая желтые лошадиные зубы. Дронго добросовестно отвечал на все его вопросы, пока мадам Полонская не принесла газету с его фотографией. — Это знаменитый детектив, — злорадно сказала она, протягивая инспектору газету. — Он может найти убийцу без вашей помощи. — Очень хорошо, мадам. Может, он мне скажет, кто убил водителя? — спросил инспектор. — Вы правильно ищите, господин Бувье, — кивнул Дронго. — Это наверняка мог быть только посторонний. Все остальные мужчины находились в гостиной, сторож слишком стар, а повар ушел в кладовую, где он был не один. Так что ищить этого неизвестно. — Что я и делаю, — мрачно заявил Бувье. — В любом случае, прошу всех завтра зайти еще раз в комиссариат города, разумеется. Уже под утро полицейские, завершавшие предварительный осмотр, уехали, забрав тело с собой. Следом уехали Лепелье. Тереза чувствовала себя очень плохо. За ними ушли Мария и Дольский. Правда, последний, уложив жену, спустился вниз выпить чаю. Так они и сидели за столом вшестером. — Графиня, Жорж де Рувруа, Дольский, господин Леживр, Жигунов и Игорь. — А все-таки, — спросил вдруг Жорж де Рувруа, — к какому выводу вы пришли? Эль Сид был посторонний? — Конечно, нет, — спокойно ответил Дронго. — Так, как говорил, чтобы полиция это слышала. — А что может сказать нам, — поднял на него свои красные глаза господин Дольский. — Очень много. Даже назвать ими убийцы. — В таком случае, почему вы молчите? — резко сказала графиня. — Я могу говорить только в том случае, если вы все дадите слово, что сказанное мною останется здесь. — Конечно, — за всех сказала графиня. — Они все дают слово. Дронго осторожно поставил чашечку на стол. С самого начала было ясно, что пропавший Серж, его найденный крест, это письмо, не стыкуется друг с другом. Крест мог украсть только грабитель, человек, польстившийся на довольно скромную по вашим меркам сумму. А вот письмо мог отправить только заботливый друг, решивший успокоить графиню. — Интересное наблюдение, — холодно заметил Жорж де Рувруа. — Каким выводом вы пришли? — Прежде всего, я не верю в случайных убийц. — Так не бывает. Значит, кто-то узнал вчера такую информацию, что она стала смертельной для Альберта. Теперь мне нужно было узнать, какая это информация. Но у меня было мало времени, и я начал анализировать. В таких случаях применяют правила логики профессионала. Верно сформулированный вопрос уже половина ответа. Кто мог остаться на кухне незамеченным? — Только четверо. — Господин де Рувруа, когда приносил накидку. Господин Дольский, когда спускался от супруги. Господин Жигунов, когда приносил щипцы для камина. Господин Лепелье, принесший воду своей жене. Но кто мог нанести такой сильный удар? — Здесь я вынужден исключить господина де Рувруа. Для этого он слишком почтенного возраста просить мне психи. — Никогда еще мой возраст не служил мне таким надежным алиби. — Холодно, — заметил Жорж. Потом я вспомнил, что Жорж просил денег. Кто мог давать ему деньги? Только двое. Господа Дольский и Жигунов, наконец. Кто мог отправить письмо, подделав почерк все же? Только тот, кто не знал о его возвращении в турковую ночь. Семейство Лепелье знало. Господин Дольский, очевидно, рассказавший все о своей жене, тоже знал. Игорь видел своего родственника. Господин Жигунов просто знал, что Серж никуда не поедет. По поручению графини именно он просил Альберта немного подкрутить машину. И остался только один человек, который мог отправить письмо. Это был господин Жорж де Рувруа, не знавший возвращения Сержа в ту ночь. Все посмотрели на Рувруа. Тот заметно попледнел. — Я думал успокоить мадам Полонскую, — прошептал он. — Спасибо, мой друг, — пожала графиня руку де Рувруа. — Я вас понимаю. — Вы не сказали, кто убил Сержа Полонского, — сухо напомнил Дольский. — По-моему, я сказал, — уже все. — С племянником вашей супруги в тот день не встретились лишь двое господина Де Рувруа и господина Жигунов. Я задал себе вопрос. — Почему так быстро был убит Альберт? — Значит, убийца знал нечто такое, что стоило Альберту жизнь. Я задал себе последний вопрос. — Для кого возвращение Сержа в ту ночь и найденный крест стали новостью раннеизвестной? Ведь и Марис Лепелье, и господин Дольский, и Игорь знали о возвращении Сержа и ответил на этот вопрос. — Это были вы, господин Жигунов? — Жигунов, на которого посмотрели все присутствующие, продолжал спокойно пить чай. — Ну и что? — спросил он, наконец. Правда, шея у него покраснела. — В тот вечер вы по поручению мадам Полонской приказали Альберту сделать так, чтобы «Шевроле» далеко не уехал. Альберт все сделал как нужно. Но Серж вернулся сначала к соседям Лепелье, где у него, видимо, был все-таки роман с молодящей Стерезой, затем в дом. — Вы поручили тогда Альберту привезти «Шевроле» обратно в гараж? Выехавший за машиной водитель вернулся и доложил, что молодой хозяин уехал на такси в город. И только сегодня узнали, что Альберт соврал. Только сегодня ночью узнали, что Серж вернулся домой. Наконец, только вы не знали, что он возвращался домой. Именно поэтому и пошли на кухню за щипцами для камина. Встретив там, Альбертову потребовали объяснений, каким образом крест мог оказаться в магазине, и почему Альберт обманулась в ту ночь. — Вы уже понимали, что он, убив Сержа, взял его крестик. Для него это было целое состояние. Альберт не знал, что Сержа видели еще несколько человек. А вы, поняв, в чем дело, только сегодня ночью решили, что скорый суд более надежен, чем суд обычный. Все верно? — Он убил нашего мальчика, — хрипло, — произнес Жигунов, и не хотел признаваться. — Я не думал его убивать. Просто кровь ударила в голову. Бедный Серж, я носил его на руках еще в детстве. — Какое несчастье! — строго произнес Дольский. — Вы хоть понимаете, что натворили? Как теперь объясняться с полицией? — Господа Ядела, от вашего имени слово, — напомнил Аполлонска. — Он так мне и не сказал, где похоронен Серж, — промотал Жигунов. — Где-нибудь возле гаража в парке, — предложил Дронго. — Вызовите людей, пусть они перекопают все вокруг. — Вы странный человек, мистер Леживр, — немного задумчиво, — сказал Жорж де Рувро. — Ваше появление у нас вызвало целый ряд воспоминаний. И два серьезных преступления у вас должно быть нелегкая жизнь. — Так и есть, — серьезно подтвердил Дронго. — Никто не говорил, что у меня легкая жизнь. Он поднялся. — Остальное вы можете решить без меня. — Храни вас Бог, — произнесла графиня, — хотя вы в него и не очень верите. — Человеческий суд оказался сильнее Божьего, — напомнил Дронго. — Нет, — возразила Полонская. — Рукою нашего друга двигал Бог. Он не убийца, он справедливый мститель. Она закрыла глаза. — Ой, Серж, — тихо произнесла Полонская. Дворецкий встал, выгромил в окно. — Кажется, приехало такси. Кто ее вызвал? — Я. — Дронго подошел к графиню. — Прощайте, мадам Полонская. — Благодарю вас, мистер Лежив. Может быть, я должна вам какую-нибудь сумму за беспокойство. Простите, что спрашиваю. — Через пять лет, — невесело улыбнулся Дронго. — Через пять лет пригласите меня снова на ужин. Жорж де Рувруа, уже стоявший за спиной у графини, кивнул, прощаясь. Игорь крепко пожал руку. Жигунов стоял, отвернувшись. — Я здесь уже лишний, — подумал Дронго. Он вышел из дома, сел в такси, и, когда машина тронулась, еще раз оглянулся. Дом стоял какой-то серый, блеклый, будто размытый. Все создавало общее впечатление нереальности, какой-то эфемерности происходящего. Он откинулся на сиденье. — Запаси еще два дня. Господи, сделай так, чтобы они были спокойными. Эпизод третий. Смерть банкира. Глава первая. В офисе все было моментально и торжественно, как подобает в учреждениях такого рода. Бесшумно работали кондиционеры. Мягкие шаги торопящихся клерков заглушали ковры, протянувшиеся по всем коридорам. Лишь иногда раздавалось мелодичное звучание звонка, сигнализирующего о пришедшем на очередной этаж лифте, и слышался шорох открываемых дверей. Здесь царил дух респектабельности и порядка. В приемной находились два человека. Сидевший почти у самых дверей молодой охранник Роман Назаров откровенно скучал, усиленной волей заставляя себя сохранять бодрый вид. Он иногда незаметно дремал, когда не было посетителей, но старался не закрывать глаза слишком плотно, чтобы не заснуть окончательно. Слева от дверей за большим стылом, в окружении компьютеров и телефонов, сидела молодая женщина лет тридцати. Высокий, правильный формы лоб, прямой почти римский нос, тонкой линии губ, светлый зачес назад волосы, красивые длинные пальцы. Роман видел уже второй год. Первый месяц красивой женщиной действует ободряюще. Через год даже она не способна спасти от скуки. Некоторые охранники, правда, пытались за ней ухаживать, но неизменно получали вежливый и твердый отпор. Если разговаривать с ней нельзя, то дежурство у дверей превращалось просто в нудную и обременительную обязанность. Согласно полученным инструкциям, Назаров не имел права никуда отлучаться, даже если острая необходимость заставляла его покинуть свой пост хотя бы на 10 секунд. Он обязан был вызвать замену из дежуривших внизу охранников. По его мнению, все эти фокусы никому не были нужны. Внизу очень строго проверяли каждого посетителя. Никто не мог пронести в банк ни оружие, ни взрывчатки, ни других посторонних предметов, а тем более пройти незамеченным мимо дежуривших внизу в вестибюле и у лифта бдитных охранников. Но обсуждать или тем более нарушать полученные инструкции Роман не собирался. Здесь слишком хорошо оплатили. Раздался требовательный звонок из кабинета, и почти сразу громкий голос президента банка. Он предпочитал общаться с сектаем именно таким образом. — Кира, кто из сегодня ко мне придет? Женщина чуть поморщилась от громкого голоса, раздавшегося в приемной. — Вам еще два посетителя, Аркадий Борисович, — доложила она спокойно. — Кто? Очевидно, хозяин кабинета не любил посетителей. — Журналистка Горюнова из Независимой. Вы и назначены на сегодня. И Марина Левина. Вы тоже назначены на сегодня. — Первые дадите десять минут, — прохрепел Аркадий Борисович и отключился. — Женщина, — подумав немного, включила переговорное устройство по своему каналу. Через полминуты наконец раздался голос. — Что тебе еще? — Вы не сказали, сколько минут предоставить Левиной. — Не сказал, но смотря по обстановке. Думаю, ей не нужно оговорить время. — Хорошо, Аркадий Борисович, — очень спокойно согласилась Кира. Она положила перед собой несколько листков бумаги и нахмурилась, пытаясь сосредоточиться. Следующие пять минут в приемной была тишина, затем раздался звонок. Она подняла трубку внутреннего телефона. — Господину Воробьеву приехала журналистка Горюнова, — одолжили ей снизу. — Аркадий Борисович еще ждет, — подтвердила Кира. — Пусть поднимается. Роман встрепенулся, кажется. — Будет хоть какое-то разнообразие. Через минуту в дальнем конце коридора раздался мелодичный звоночек, известивший о прибытии гостя. В приемную вошла женщина лет сорока, невысокого роста, с короткой, почти мальчишеской стрижкой. Она была словно сгусток энергии, почти шаровая молния, внезапно попавшая в закрытое помещение. — Здесь кабинет самого Воробьева. Как это приятно. Когда же можно войти к нему? Прямо сейчас чудесно. Как здесь все интересно. Кира с улыбкой следил за ней. — Вашу сумку потребовал Роман, протянув руку. Он сразу вошел в вопрос требовательного охранника. — Меня проверили? — Внизу возмутился Горюнова, правляя очки. Охранник по-прежнему держал перед собой руку. Она недовольно положила сумку на стол. Роман быстро осмотрел ее. — Магнитофон, микрофон, кассета, ничего необычного, косметика, платок. Он вернул сумку журналистке. — У вас десять минут, — улыбаясь сказала Кира. — Идите за мной. Обе женщины вошли в кабинет. Почти тут же Кира вышла и, усевшись за свой стол, подняла трубку внутреннего телефона и набрала номер телефона буфета. — Два кофе, — Аркадий Борисович просила она. — У него гость? Роман снова сел на свой стул. Можно было не проверять журналистка. Им было скучно, а то хоть как-то развлекало. В приемную принесли поднос, накрытый салфеткой. Девушка в белом халате, оставив все на столе, улыбнулась Кире. Та, улыбнувшись в ответ, кивнула в знак благодарности, подняла от своего места, взяла поднос и направилась к кабинету. Роман вскочив, открыла и дверь. Едва Кира скрыла за дверью, как в приемную уверенным шагом вошла высокая, свелолосая женщина. Она строго и испытующе посмотрела своими голубыми глазами на Романа. И от неожиданности тот чуть не упал со стула. Это была сама Светлана Бабич, жена президента банка. Он вскочил с своего места. — Служащим полагалось знать, кто жена их хозяина, тем более такая жена, Светлана Викторовна и такого хозяина. — Я не слышал, как вы приехали, — растерянно произнес Роман. — Я воспользовалась президентским лифтом, — небрежно ответила женщина. В другом конце коридора был лифт, предназначенный только для президента банка. Кроме него никто не смел садиться в этот лифт. Разумеется, для жены его было сделано исключение. Многие говорили, что основной капитал банка принадлежит ей, вернее, отцу, генералу Виктору Бабичу, заместителю командующего группы западных войск в Германии, сумевшему нажить невероятное состояние на распродаже советского имущества, оставляемого в Европе. Кира вышла из приемной. — Это вы? — кажется, она не удивилась. — У него гости? — спросила Светлана Викторовна. — Журналистка, заканчивая через три минуты, — ответила Кира. — Доложить, что я пришла. В голосе Бабич проскользнула нетерпением. Кира кювнула и снова вошла в кабинет. Вышли они уже вдвоем, вместе с журналисткой. — Я такая неловкая, — огорченно вздыхала Татьяна Горюнова. — Вы меня простите, пожалуйста, так получилось, — говорила она, пытаясь закрыть сумку. Светлана Бабич с удивлением следила за ней. — Пожалуйста, Светлана Викторовна, — открыла дверь и кабинета. Кира. Высоко подняв голову, уже ни на кого не глядя, Светлана Бабич вошла в кабинет. Кира мягко закрыл за ней дверь. — До свидания, — попрощалась Таня Горюнова. Вы меня простите еще раз. — Все в порядке, — мягко произнесла Кира. — До свидания. — Что произошло, — спросил Роман, когда журналистка вышла из приемной. — Ничего особенного. Махнула рукой у Кира. Она разлила кофе, задела чашку рукой, когда убирала свой микрофон, немного выглянула свое кресло и стол. Я уже вытерла. — Какая-то она несуразная, — вздохнул Назаров, прислоняясь к спинке стула. Снова раздался звонок. — Слушаю, — сняла трубку Кира. К Аркадию Борисовичу еще одна посетительница. Красивая не выдержался охранник. Зовут Марина Левина. Кажется, артистка, я ее где-то видел. Таких женщин в мире больше не осталось. — Пусть поднимается, — строго разрешила Кира. Охранник был армянин, и, как всякий восточный человек, не мог удержаться от комплиментов в адрес стоявшей перед ним красивой женщины, слышавшей весь разговор. — Вскоре раздался звонок лифта, когда очередная гостья вошла в приемную, Роман уже стоял у двери. — Молодая женщина, молодец, и это очень красиво. Распущенные светлые волосы, правильные черты лица, чуть вздернутый носик, придающий лицу неповторимое очарование. Несмотря на достаточно душную летнюю погоду, на гости была темная блузка и красивые серые брюки, выгодно подчеркивающие длину ее ног. Через плечо была перекинута маленькая сумочка. Роман просил, скорее, для порядка. — Дайте, пожалуйста, сумку. Быстро просмотрев содержимое, он вернул сумку гости, постаровскоснулся ее пальцев. — Подождите, — немного просила Кира, — Аркадий Борисович сейчас люди. Гостью кивнула, села на одной из кресел, стоявших в приемной. Роман опустился на стул, но почти сразу же вскочил. Из кабинета у Воробьева показалась его супруга. Кивнув на прощание Кири, она быстро вышла из приемной. — Идите, — пригласила в кабинет Воробьева красивую гостью Кира. Левина встала, поправила волосы, достала платок, вытерла лицо и вошла в кабинет. Кира наклонилась над бумагами. Минут через пять Левина вышла. Она была как-то странно задумчива и печальна. — До свидания, Кира, — сказала она, протянув руку секретарю. В ответ она тоже протянула ей руку. Левина кивнула на прощание Роману, и вскоре из коридора послышался характерный звонок подошедшего лифта. Кира собрала бумаги и доложила Воробьеву. — Материалы, которые вы просили у меня, можно я их принесу? Не получив ответа, она собрала бумаги и прошла в кабинет. Роман посмотрел на часы. До конца его смены еще полчаса. И вот так утомляет это идиотское безделье. Сидеть по четыре часа у кабинета, ничего не делая, так можно с ума сойти. Даже книгу читать нельзя, или смотреть телевизор, как в дежурке. Из кабинета вышла Кира. Она села за стол, посмотрела на часы, и в этот момент раздался звонок. — Кто говорит? — спросила Кира. — Сейчас соединю с Аркадием Борисовичем. Она включила переговорное устройство. — Аркадий Борисович, вам звонят из Министерства финансов. Вы просили соединить, когда они позвонят. Кира переключила телефон на хозяина кабинета, а сама, собрав бумаги и положив их на стол, вышла из приемной, оставив Назарова одного. Через минуту она вернулась. — Видимо, ходила в туалет, — подумал Роман. — Конечно, ей можно, а нам нет. Через полчаса в приемной появился другой охранник, Валерий Кочкин. Назаров суда осьем, уступив ему свой стул, вышел в коридор, доставая сигареты. Здесь курить не полагалось, но многие охранники с большим одушевлением нарушали это правило. Открыв новую пачку и затянувшись, он пошел к лифту, еще не зная, что дают последние его пачки сигарет, открытые им на свободе. В приемной раздался требовательный звонок внутреннего телефона. — Кира, — закричал в трубке кто-то очень нетерпеливый. — Почему не отвечает Аркадий Борисович? Мы договаривались с ним в пять часов созвониться. Он берет трубку своего прямого телефона. — Аркадий Борисович сейчас занят, — попыталась объяснить Кира. — Какой к черту занят? Он же всегда отвечает по этому телефону сам. Если он в кабинете, пусть возьмет трубку. Он просил его не беспокоить. — Соедини, — говорю, — это очень важно. Кира сильно колебалась. — Хорошо, — наконец, — сказала она. — Сейчас я ему доложу, что вы звоните. Она подошла к дверям кабинета. Кочкин проводил ее взглядом. Она открыла дверь кабинета и, сделав три шага вглубь, внезапно застонала или закричала, Кочкин одним прыжком очутил свою дверь. За столом сидел Аркадий Борисович Воробьев с простельной головой. Все лицо было залито кровью. Он уже не дышал. Глава вторая. В тот день он пролетел в Москву и, по установившейся традиции, заехал к Владимиру Владимировичу получить новое назначение и документы. Войдя в квартиру, он заметил сидевшего в глубине комнаты человека. Это его удивило. Раньше он никогда не встречался здесь с незнакомыми посетителями. Дронго прошел в комнату, несколько опасаясь неожиданной встречи, когда незнакомец, даже не повернувшись в его сторону, добродушно произнес. Ну, вот, наконец, и встретились. И только затем повернулся. Не узнать полковника Родионова было невозможно, хотя он сильно постарел, ведь прошло уже четыре года после их последней встречи. Объятия были крепкими, дружескими. Рад, — говорил Родионов, — очень рад за тебя, родной ты мой. Думал, не вернешься или убьет где-нибудь, снова подставит. Он улыбался, прищурив глаза за довольно толстыми стеклами очков. Правда, взгляд был все такой же. Острые цепки, подмечающие малейшие детали. — Он ждал вас с самого утра. Владимир Владимирович произнес это уже из кухни, куда он спешно отправился заваривать свой фирменный чай. — Что-нибудь случилось? — спросил Дронов, усаживаясь напротив своего бывшего руководителя. — Как тебе известно, я уж не в разведке, — начал Родионов, — ушел оттуда по принципиальным соображениям, когда начинался этот бардак. — Я помню, серьезно, — ответил Дронго. Он знал, что подобная тема была самой трудной, самой болезненной для его коллег. Родионов чуть пригладил седые волосы и вздохнул. — Думал, тогда ты не вернешься из Великобритании. У тебя не было вообще никаких шансов. Затем, правда, узнал, что тебе вновь повезло, хотя это, конечно, было не везение. Дронго молчал. — В таких случаях лучше молчать. — Сначала трудно было без работы, — продолжал Родионов. — Но потом меня взяли в коллегию адвокатов. Пригодилось мое юридическое образование. Вот теперь три года как я член коллегии адвокатов. Владимир Владимирович принес чай. — Угощайтесь, — приветливо предложил он. С Родионовым его связывала более чем тридцатипятилетняя дружба. — Ах, понимаешь, какое дело? Родионов не стал пить слишком горячий чай, лишь подвинул стакан с блюдечком к себе. — Я веду одно уголовное дело. Непонятное какое-то запутанное. И мой подзащитный получил пятнадцать лет по приговору суда, хотя клянется, что не убивал человека. И вот не знаю, почему я ему верю. Да и доказательств никаких нет, что именно он убивал. Просто шумное дело, убийство, банкира, все центральные газеты об этом писали. Вот суд и дал парню пятнадцать лет, так сказать, в назидание другим. Как пример активной борьбы нашего судопроизводства с ростом насилия. И не учел никаких обстоятельств дела. Парень мне же очень неплохой. Жениться собирался скоро, ребенка они ждали. Суд счел от одним из косвенных подтверждений его вины, мол, пошел на убийство банкира и за денег. Только не похоже, что он эти деньги получил. Его невеста, лимитчица, как жила в общежитии, так там и живет, теперь уж без всякой надежды оттуда выбраться. Это еще ничего не доказывает. Дронго иногда бывал неузнаваемо жестким, словно другим человеком. Это раздражало, прежде всего, его самого. Согласен, Родионов взял, наконец, стакан с чаем, сделал несколько глотков. Но понимаешь, в чем дело, орудия убийства не нашли. Типичный случай, вздохнул Дронго. У меня был во Франции похожий случай. Но и тогда убитый сам невольно помог своему убийце. Думаешь, банкир сам застрелился? Конечно, нет. Я ведь прекрасно знаю, какая разница между собственноручным выстрелом в висок и выстрелом с расстояния. Парковой поясок, ожоги, характерные изменения кожи. Это может рассказать вам любой криминалист. Они вынесли твердое решение о убийстве, кивнул Родионов. И на основании их уверенности суд приговорил парня к такому суровому наказанию. И оружие не было найдено. В том-то и дело, что нет. А парня завтра отправляют в колонию. И ничего, похоже, нельзя сделать. Я, правда, подал касационную жалобу в Верховный суд. Но на него мало надежды. Слишком громкое дело стало известно еще до своего рассмотрения. — Вы хотите, чтобы я с ним поговорил? — понял Дронго. — Да. И если можно познакомиться с материалами дела. — Понимаешь, это очень важно. Я ведь помню, ты работал нашим аналитиком. А в данном случае твои способности могут пригодиться. — Вы не верите в его виновность? — Не верю. Родионов ответил сразу и достаточно твердо. — Когда мы поедем в тюрьму, вы сможете мне выписать пропуск? Родионов переглянулся с хозяином квартиры. Оба старых профессионала улыбались. Они были убеждены в согласии Дронго, зная его характер. Через два часа Дронго уже сидел в Лефортовской тюрьме, в комнате, предназначенной для свидания с заключенными, и внимательно читал приговор городского суда. Рядом с ним за столом расположился Родионов, напротив сидел, опустив голову Роман Назаров. Он был плохо выбрит. Одежда сидела на нем как-то мешковата. Дронго увидел глаза заключенного. В них не было привычного вопроса или протеста. В них явно просматривалось безразличие, а это было хуже всего. Парень был просто подавлен машиной судопроизводства. Он был сломлен. Дронго не любил общаться с заключенными, и тем более в такой непривычной обстановке, и с человеком, обвиняемым в убийстве. Но, как и Родионов, он почти сразу, каким-то шестым чувством профессионала, почувствовал, что сидевший перед ним парень не мог совершить подобного хладнокровного убийства. Но от этого было еще обиднее. Уверенность обоих профессионалов, даже основанная на их подсознании и чувствах, еще не являла строгим юридическим доказательством, и нужно было искать факты в защиту осужденного. Сложнее всего было получить пропуск для встречи с уже осужденным Романом Назаровым, и Родионову пришлось приложить максимум усилий, чтобы провести Дронго в тюрьму. Закончив читать приговор, Дронго медленно закрыл папку, отодвинул ее от себя и лишь затем приступил к беседе. Он понимал, как нелегко будет вспоминать осужденному все подробности того трагического дня. Но он сознавал, что парень и так раздавленный, свалившимися на него трагическими обстоятельствами, может упустить ряд подробностей и забыть важные детали. Но от этого разговора в конечном итоге зависели судьба и жизнь Романа Назарова. Поэтому он должен был опять терзать несчастного парня, донимая его своими вопросами. — Давай рассказывай мне все по порядку, — предложил Дронго. — Но только внимательно, стараясь ничего не упустить. — Я уже рассказывал все много раз, — вздохнул Назаров. — Ничего, расскажи еще раз, — вмешался Родионов. — И не спорь, не спорь, это мы делаем для тебя. Поэтому я попросил своего товарища приехать сюда в тюрьму. Думаешь, легко было выбить для него пропуск? Назаров молчал. — Наверное, у него плохая бритва, — вдруг подумал Дронго. Сильно скребет по коже, вызывая раздражение. Нужно будет попросить Родионова, что принес парню новую бритву или купил ему новую элезию. — Его никто не мог убить, — немного заучено произнес Назаров. — Наверное, он застрелился. — А где пистолет? — перебил заключенного Родионов. — Ты нам глупости не говори. — Все, что мог, наградить, уже сказал на суде. — Никто не мог его убить, — передразнил Назаров. — Так говоришь, поэтому тебе и дают такой срок. — Назаров опустил голову. — Перспектива провести пятнадцать лет в лагерях сильно пугала его. В тюрьме он уже успел насмотреться всякого и теперь с ужасом ждал, что будет в колонии, где нравы были куда более вольны. — Давай начнем с самого начала, — предложил Дронго. — Ты пришел на работу утром, верно? — Да, — кивнул парень. — Раньше всех. — Ты видел, как Воробьев прошел в свой кабинет? Ты сам это видел? — Да, — парень удивился. — Вы думаете, что его убили еще до моего прихода? — Этого не может быть, я же говорил. — Я просмотрел твои показания, — кивнул Дронго. — Но ты постарайся точно отвечать на мои вопросы. — Предельно аккуратно и точно. — Значит, ты видел, как пришел, Аркадий Борисович? — Видел. Он пришел через десять минут после появления Киры. — Значит, Кира пришла раньше? — Верно, раньше. Назаров немного оживился, но в душе он считал появившегося незнакомца просто придирчивым идиотом. — Она пришла до того, как ты появился у дверей? — Нет, Назаров не понимал смысла вопросов, но добросовестно отвечал на них. — Нет, она пришла после меня. — Нет. — Он считает, что кто-то мог пронести оружие еще до прихода Романа Назарова, — понял Родионов. — Это, конечно, возможно, но куда тогда делалось это чертово оружие? — Что было дальше? — Они начали работать. — Это я понимаю. Что еще они делали дальше? — Позвонил Воробьев и спросил, кто еще сегодня к нему придет. — Как именно, — он спросил, — ты слышал? — У Киры на столе стоит переговорное устройство. Когда звонил Воробьев, все было слышно, звук был обычно очень сильный. — Хорошо. — Дронго в первый раз подумал, что парень слишком туповат для такого испытания. — Дальше. — Он спросил, кто к нему придет. — Как именно, — он спросил. — Он сказал, — парень впервые наморщил лоб. Такого конкретного вопроса никто ему не задавал. — Он спросил, кто придет к нему еще. Точнее, он сказал, — Кира, кто еще придет ко мне? — Теперь точно. — А почему еще? Там что были до этого посетители? Или, может, он с кем встречался в лифте? — Он не мог встречаться в лифте, — ответил Назаров. — У него был свой лифт, особый, президентский. А все приезжали на обычном лифте слева. Нет, у него никого не было в этот день, это точно. — Так. — Что было дальше? — Потом пришла журналистка из Независимой, Корцегорюнова. Ее допрашивали в суде. — Я не спрашиваю, кого допрашивали или нет. Терпеливо поправил Назарова Дронго. — Не важно знать, что было дальше. Она пришла, и я проверил ее сумку. Там ничего не было. Журналистка прошла внутрь и взяла интервью у Аркадия Борисовича. Потом принесли кофе из буфета. Его принесла Лена, ее тоже потом допрашивали. Но кофе готовила не она. И в лифте, где она ехала, было много свидетелей. Лена передала поднос кофе Кири, и та понесла ее в кабинет Воробьева. — Поднос был накрыт салфеткой? — Да, но там пистолета не было. — Упрямо, — сказал Назаров. — Откуда ты знаешь, — разозлился Родионов. — Вечно ты своим мнением вылезаешь. Две маленькие чашки были и кофейник, — упрямо возразил Назаров. — Я видел. Там больше ничего не было. Поэтому я и говорю. Кира внесла поднос и почти сразу вышла. — В этот момент на президентском лифте к нам подняла Светлана Викторовна. Ну, значит, теперь вдова покойного. Она воспользовалась лифтом Воробьева, уточнил Ронга. — Да. И вошла в приемную. Кира ее увидела, когда вышла и спросила. — Нет, сказала, что там журналистка. А Светлана Викторовна не вошла? — Нет. Она сказала, что будет ждать. — Но просила Киру доложить о своем приходе. — Она часто к вам приходила раньше? — Да, иногда заходила. — И всегда просила доложить о своем приходе? — усмехнулся Ронга. — На жену преуспевающего ванкира. Это мало похоже. Она всегда ждала в приемной, когда в Аркадь Борисович были посетители. Он не разрешал никому входить без доклада. Даже ей. Строгий был очень. — Так. — Ясно. — Давай дальше. — Журналистка вышла, и она вошла. — Журналистка ушла. Да, я вспомнил, она разлила кофе на стол, когда убирала микрофон, и извинялась перед Кирой, что такая неловкая. Та ее успокаивала. Кира сказала, что успела все вытереть. — Понятно. Потом пришла эта артистка Марина Левина. Она подождала, пока выйдет Светлана Викторовна, и вошла в кабинет. Но тоже была недолго, минут пять-десять, и быстро ушла. Потом Кира понесла какие-то бумаги. — Значит, Кира была последней, кто видел Воробьева живым? — Да, но после того, как она к нему зашла, позвонили из Министерства финансов. Она при мне соединила Воробьева с позвонившим. Они разговаривали. А потом Кира вышла, и когда вернулась, ушел и я. Пришел Кочкин. И не успел я доехать до первого этажа, как все стали кричать, суетиться, и выяснилось, что Архангий Борисович был убит. — Подробнее, пожалуйста. — Как вы уходили? — Значит, Аркадий Борисович говорил по телефону. Потом Кира куда-то вышла. — В туалет, наверное, возможно. Что было дальше? — Вспоминайте очень подробно. — Значит так. Кира пришла. Я курить очень хотел, но не мог. Поэтому все время смотрел на часы. Как только пришел Кочкин, я достал сигареты и, уступив ему свой пост, пошел к лифту. — К какому лифту? — К служебному, конечно, к обычному. — Коридоре никого не встретили? — Встретил. Денисов там был. Завязывал шнурки. Я хотел его подождать, но он махнул рукой. — Езжай, — говорю. — А кто это такой Денисов? — Из планового отдела. Ему за пятьдесят, но он еще держится. Даже волосы, говорят, красят. Он в суде выступал? — Да, его тоже допрашивали. — Но он не заходил к нам в приемную, это точно. — Значит, в лифте вы ехали один? — Да. Доехал до первого и услышал крики. Вот и все. — По всем фактам я получаюсь виноватым. Назаров опустил голову. Дронго протянул ему пачку предварительно приготовленных сигарет. — Курите. Парень жадостянулся. Дронго смотрел на него со смешанным чувством жалости и недоумения. — Непонятно, кем вы отставлены. Назаров явно не годился на роль хладнокровного убийцы, сумевшего продумать хитроумный план в устранении банкира и совершить с такой поражающего воображения легкостью. Здесь что-то не сходилось, и он это чувствовал. Они разговаривали еще минут пятнадцать-двадцать, пока Нка из Дронго, отдав еще одну пачку сигарет, не закончил допрос. — Спасибо, Роман, — поблагодарил он заключенного. — Думаю, ты нам очень помог. Назаров поднялся. Он уже знал, что завтра его отправляют по этапу, несмотря на касационную жалобу адвоката. Тюрьмы были переполнены, и ответы на жалобу заключенный мог вполне дождаться и в колонии. Справедливо считало тюремное начальство. Больше никакой надежды не оставалось. Его глаза переполняли страх и боль. — Вам больше ничего не нужно? — спросил Назаров. — Спасибо, больше ничего. Назаров, судорожен достав носовой платок, вытер лоб. Дронго обратил внимание на платок. — Откуда? — спросил он. — У Назарова не могло быть такого хорошего хлопчатого бумажного платка. — Кира принесла. — Виновата, — сказал Назаров. — Жалеет меня. Больше не было произнесено ни слова. И только перед уходом Назаров вчера оглянулся и как-то виновата улыбнулся, вернее, пытался улыбнуться, отчего его лицо приняло какое-то страдальческое выражение и вышел из комнаты. — Ну и что ты думаешь? — сразу спросил Родионов у Дронго. — Ясно одно, — услышал он невозмутимый ответ. — Парень никого не убивал. Нужно искать убийцу. — Глава третья. На киностудию, куда они поехали по предложению Дронго, попасть было сложнее, чем в тюрьму. Коммерческие структуры, цепко оккупировавшие бывшие павильоны киностудии, выставили надежный заслон из военизированной охраны, не пропускавшей на территорию охраняемого объекта никого из посторонних. Пришлось долго доказывать бестолковым охранникам, куда и зачем они идут. Только пройдя на территорию студии, они поняли, что могут потратить здесь весь день в поисках нужного им человека. Пришлось идти в еще сохранившийся отдел кадров. Сидевшая там старушка ласково сообщила, что в отделе давно никто не работает, но про Марину Левину она все знает. Та снималась в картине Крионова и теперь вдруг заболела. А сам Горик Крионов очень недоволен этим обстоятельством. Некоторые говорили, — передала им добросовестная старушка, — что он думает даже заменить исполнительницу главной роль. Пришлось искать Крионова. На его поиск они потратили почти час, пока, наконец, не нашли его, сидевшим в мрачной задумчивости в огромном пустом павильоне. У маэстро явно не было настроения. Заслышав шаги за спиной, он даже не обернулся. — Чего вам недовольно? — спросил режиссер, решив, что это кто-то из его ассистентов. — Простите, — извинился Дронго. — Мы хотели бы с вами переговорить. Крионов обернулся. Медленно встал со стула. — Журналисты, что ли? — прохрепел он. — Не похоже. Или комиссанты с очередной бредовой идеей? — Тоже не похоже. — Так кто вы и что вам нужно? Крионов был режиссером с мировым именем. Седо-ежик его волос часто мелькал на самых престижных кинофестивалях, где его хорошо знали. — Простите, — сказал Дронов еще раз, — мы ищем вашу актрису, Марину Левину, вы не могли бы нам помочь. — А почему я вообще должен помогать вам? Режиссер явно разлился. — Эта нахалка исчезла две недели назад и ничего никому не сказала. — Теперь заявляете вы, говорит, что ее ищите. — Я ее тоже ищу, но она ведь не появляется здесь. — Она заболела? — Не знаю. — И знать не хочу. — А вы кто такие? — Мы адвокаты, — вмешался Реденов. — Сейчас ведем расследование одного уголовного дела. — М-м-м, адвокаты, что-то не очень вы похожи на адвокатов. — Скорее на товарищи в мышином пальто. — Не без иронии, — ответил Крионов. — Но я действительно не знаю, куда она делась. — Если, конечно, очередной воздыхатель не увез ее на Канары. — А она была на Канарах? — Быстро спросил Дронго. — Была. — Три месяца назад какой-то банк оплатил ей расходы. — Теперь вообще исчезла. — Может, опять с кем-то сбежала. — Как вы думаете? — Не знаю. — Дронго улыбнулся. Ему нравился этот режиссер и его фильм. Но, думаю, вы правы. В любом случае, это безобразие. — Вы смеетесь. Нужно отдать должное Крионову. Он разбирался в малейших антонациях человеческого голоса. — Конечно, нет. — Просто она нам действительно очень нужна. — Да, режиссер огляделся. — Саша! — внезапно крикнул он изо всех сил. — Саша! — Где ты? — Откуда ты из-за ящиков, сложенных в углу, донесся голос молодого ассистента. — Я здесь, Игорь Николаевич. — Найди и дай им адрес и телефон Левины. Только быстро, и чтоб меня больше не отвлекали. — Всего хорошего, господа. Все-таки вы совсем не похожи на адвокатов. С этими словами режиссер снова повернулся к ним спиной и сел на стул. Получив адрес, они покинули павильон и вышли на улицу. — Мне понадобятся помощники, — сказал Дронгов взглянул от часы. — Да, удивился Родионов. — Какие помощники? — Когда отправляют завтра Назарова? — В два часа дня, кажется, после обеда. — А почему ты спрашиваешь? — Нужно успеть кое-что придумать до двух часов дня. — Не понял. — Кажется, у меня появился план. — А мне нужны помощники, желательно двое. — У вас есть помощники? — Нет, конечно, хотя у нас два студента сейчас проходят практику, но они уже давно закончили работу. Сейчас уже седьмой час вечера. Вы можете их найти. — Постараюсь. — Что им сказать? — Обещайте участие в расследовании интересного дела. Студентам такая практика будет только на пользу. Пусть они приедут через час куда-нибудь в центр, например, к памятнику Маяковского. Сумеете их найти? — Теперь просто обязан. — Ладно, не беспокойся, будут тебе два помощника. В крайнем случае, племянников позову. — Они ребята смышленые. Один археолог привык во всем копаться, другой врач — тоже подходящая профессия. — Это даже лучше, — обрадовался Донго. — Как их зовут? — Коля и Семен. — Тогда вы постарайтесь найти их, а я поеду в Кире. Хочу поговорить с ней один на один. — Ты знаешь, где она живет? — Я же читал приговор суда. — А там указаны были адреса свидетелей. — Договорились. — Тогда встречаемся через два часа у меня дома. — Не забыл, где моя квартира? — Не забыл. — Приеду обязательно. Расставшись с Родионовым, он спустился в метро. Последнее время здесь было лучше не появляться. Но на такси надежды было мало. Москва оставалась, пожалуй, единственным крупным городом, где не было городского такси, а отчастники брали порой совершенно немыслимую плату за проезд. Пришлось толкаться в метро. Проехав несколько станций, он пожалел, что не взял такси, но мужественно решил держаться до конца. Доехав до места назначения, он долго искал дом Киры, затем также долго искал ее квартиру, обходя каждый подъезд. Внизу не было никаких табличек. Приходилось заходить по очереди в каждый подъезд в надежде таскать 89-ю квартиру. Наконец он нашел квартиру, где должна была проживать секретарь убитого Воробьева. Но дверь ему открыл какой-то молодой парень. — Извините меня, — начал Дронго, — я ищу Киру. Приехала из банка, у меня к ней важное дело. — Ничего не выйдет, — улыбнулся молодой человек. — Кируш неделю как здесь не живет. Теперь это моя квартира. — Простите, я вас не понял. Она что, продала вам квартиру? — Да. — И уехала неделю назад, кажется, в Каунас. Там у нее живут родственники. — А мы все думали, почему она не приходит на работу, — пробомотал Дронго, стараясь не показать своего удивления. — Разве она не уволилась? Парень оглянулся, позвав кого-то. — Валя! — Иди сюда, здесь бывшую хозяйку спрашивают. Рядом с молодым человеком возникло бесформенное существо лет тридцати с нечестной головой и в грязном халате. — Чего надо? — Вы не знаете, куда уехала Кира? — Не знаю. — И знать не хочу, а квартиру-то мы законно купили, как полагается, все оформили и деньги внесли. — Он не за этим пришел, — вмешался парень. — Да хоть бы за этим. Все законно, квартира наша. — А куда уехала Кира? — И знать не хочу, куда. — В Литву, — говорила. — Скачусь ей дорога. — Как хозяин ее благодетели убили, так она избежала. — Мне какое до нее дело? — Он из банка пришел, Киру ищет. — Вставил, наконец, хозяин квартиры. — В банке что-нибудь украла. — Презрительно сморщилась хозяйка. — Нет, просто мне она нужна. — Наконец вставил Дронго. — А давно вы купили эту квартиру? — Все-таки про квартиру пришел узнавать. — Снова взялась хозяйка. — Да нет, мне Кира нужна. — Нет ее, нету. И больше к нам не ходите, нету. Она оттащила от дверей своего супруга и хлопнула дверь. Ситуация и с трагической могла превратиться в фарсовую. Приобрести черты смешного выдавили и смех глаза Романа Назарова. Он помнил этот взгляд и не собирался сдаваться. Но здесь он ничего не мог выяснить. Пришлось снова возвращаться в метро. На этот раз он выбрался из вагона со значительно меньшими усилиями. Час пик уже прошел, и в метро было немного народу. Он сделал две пересадки, проехал в общей сложности одиннадцать станций, прежде чем добрался до нужной ему станции. Он нашел улицу и дом почти сразу, благо они были расположены недалеко от метро. Дверь ему открыла сама Татьяна Горюнова. Она была в очках, придававшей ей серьезный вид. Так, не визавшись с ее мальчишеской стрижкой, потертыми джинсами и вязаным свитером надетым, очевидно, на голое тело. — Вам кого? — весело спросила женщина. — Вы Татьяна Горюнова. При необходимости он умел производить впечатление на женщин, покоряя им своим шармом. — Да, а вы, простите, кто? — Я из частного детективного агентства. — Моя фамилия... — и он придумал первую попавшую с фамилией. — Мне бы хотелось поговорить с вами. — Заходите, — пожала плечами женщина, пропуская его внутрь. При этом она придержала ногой кота, уже собиравшегося выскочить за дверь. Дронго вошел в квартиру, прошел в большую гостиную. Журналистка жила с мамой и большим сиамским котом. Отсутствие детей и мужчин ощущалось в квартире почти энергетически, словно пространство их комнат не было заполнено какой-то необходимой энергетической массой. Было такое ощущение, что здесь, в этой квартире, время остановилось. Обстановка в квартире, очевидно, не менялась с конца шестидесятых. В гостиную вошла мать Гурюновой, поразительно похожая на свою дочь, только без очков и с более мягкими чертами лица. — Добрый вечер, — сказала старая женщина. Она привыкла не удивляться неожиданным визитам дочери ее поздним гостям. — Вы будете пить с нами чай? Ему сразу понравилась эта милая и спокойная женщина. — Обязательно улыбнулся Дронго. В гостиную, наконец, появилась сама Татьяна Гурюнова. Ей уже было под сорок, но на работе и дома ее по-прежнему звали Таня, словно таким образом старались облегчить тяжкую нож ее позднего девичества. Гурюнова была талантливой журналисткой и женщиной с неудавшей судьбой. Такое иногда случалось тоже. И горевшая на работе журналистка превращалась в обыкновенный синий челок. — Чем я могу быть вам полезна? Гурюнова села на диван. — Я поделу об убийстве банкира Воробьева. — Аркадия Борисовича! — оживилась Гурюнова. — Конечно, как я сразу не догадался. Так ведь этому несчастному парню дали пятнадцать лет. — А почему вы решили, что он несчастный? — Ну он же не убивал! — возмутилась Гурюнова. — Это так очевидно. Я видела его. Типичный деревенский парень, не способный продумать на два хода вперед. Неужели вы думаете, я могу поверить в его виновность? — С вами интересно разговаривать, — оживился Дронго. Так, кажется, нужно говорить в подобных случаях. А кто тогда убийца? — Не знаю. — Кто угодно. Но только не он тряхнула своей мальчишеской челкой Гурюнова. Ее мать внесла чай в старинных, возможно, перешедших к ним по наследству больших красиво расписанных чашках. — Угощайтесь! — Ласково, — сказала она и не спеша вышла из комнаты. Мать журналистки была умной женщиной и справедливо считала, что у пришедшего в их дом так поздно мужчины могут быть свои, более конкретные интересы. — Куда тогда делся пистолет? — спросил Дронго. — Не знаю. Но его могли забрать убийцы. Мало ли что-то могло произойти. Но в моем случае это не Назаров. Я видел его глаза на суде. — Это не доказательство. Знаю, но чувствую. Что-то здесь не так. — Вы пришли к Воробьеву раньше всех, верно? — Кажется, да. Во всяком случае, у него в приемной никого не было, кроме его секретаря. Такая красивая и девушка Кира. И этого несчастного парня. — Вы не заметили в кабинете банкира ничего подозрительного? — Конечно, нет. Меня об этом исследователи спрашивали. Ничего необычного не было. Мы сели за столик, поговорили, я вышла. Пейте чай, то он остынет. — Спасибо. — Вы, кажется, разлили там кофе? — Ах, эта женщина чуть покраснела. Да, я случайно задела чашку с кофе и привела на стол и кресло. — Простите, вы разлили кофе на себя? — Можно сказать так. Я обычно хожу в джинсах, хотя я успела вскочить. Кофе провелся на кресло, потому что невозможно было сидеть. — Вы сразу вышли? — Мне сказали, что пришла его супруга, и я вышла. — Когда вы вошли, Назаров проверял вашу сумочку? — Конечно, все, лично проверял. — Хотя охранники проверяли у меня и внизу тоже. И, кстати, очень тщательно. Словно чувствовали, что в этот день убьют их хозяина. — Вы наблюдательны. У нас просто схожие профессии. Я вышла и увидела, что к нему заходит его супруга. Кстати, неприятная особа. Она даже не поздоровала со мной в суде, словно не видела меня в тот день. А вот Марина Левина, такая известная актриса, меня сразу узнала. Мы ведь в тот день с ней виделись внизу, на первом этаже его лифта. — Вы не можете описать, как была одета Левина? — Конечно, могу. На ней были светлые брюки серого цвета и темная блузка, по-моему, от Сен-Лорана. Вот Светлана Викторовна была в темном красивом платье. И сверху был легкий плащ, хотя было довольно тепло. А в руках у жены Воробьева что-нибудь было? Сумка довольно красивая, не зная от кого, но очень стильная. Такие сумочки стоят, наверное, целое состояние. Горенова говорила обо всем без зависти, просто констатировала факт. А вот у Марины Левиной была маленькая истеганая сумочка на цепочке, такая а-ля Шанель. А у вас? У меня была журналистская моя сумка. Она мне служит уже восемь лет. Вас интересует мое платье тоже? Нет, — улыбнулся Донго. — Ваш наряд меня интересует меньше. Вы гораздо интереснее, как человек, и без обсуждения ваших нарядов. А громкие названия меня как-то мало интересуют. — Спасибо. — А вы действительно из частного агентства? Не похоже? Слишком любопытно. Интеллигент для любителей. — Будем считать, что вы вернули мне комплименты. Можно попросить вашу маму налить мне еще чаю? Горенова, улыбнувшись, встала и поспешно вышла на кухню. На квартиру к Родионову он приехал только через три часа, уже глубокая ночь. Оба племянника адвоката ждали его, несмотря на поздний час. — Значит так, ребята, — сказал Дронго, познакомивший с обоими молодыми людьми. Для каждого из вас будет очень важное задание. — Только мне нужно, чтобы вы справились до полудня. Поэтому прямо с раннего утра приступайте к работе. — Тебе кое-что удалось узнать? — спросил Родионов. — Кира уволилась из банка и уехала из Москвы. — Насчет увольнения точно сказать не могу. Вот насчет отъезда точно сам проверял. — Думаешь, все-таки она помрачняла, Родионов? — Пока все только догадки. В любом случае ее спешный отъезд — это еще не доказательство. Вот у Гореновой мне удалось узнать кое-что интересное. Думаю, завтра, если мы хорошо поработаем, сумеем кое-что прояснить. — Значит так, ребята, ты поедешь в министерство, а ты в туристическое агентство. — Узнай сначала в банке, кто именно сотрудничает с ними, кто конкретно работал с покойным воробьем. Потом, на всякий случай, заедешь в больницу. Вот адрес. Родионов слушал, ничего не понимая. — И ты сможешь сказать мне завтра, кто убийца? — Думаю, что могу сказать уж сегодня. Но мне нужно окончательное подтверждение. А его я получу только завтра, после двенадцати. В этот день Родионов поехал в банк, где я должен был ждать Дронго в один час в дня. Ровно без пяти одиннадцать внизу у охранников звонил телефон. — Неизвестный, — просил господина Родионова. — Приехать в гостиницу Пекин, где адвоката должен ждать друг. Заинтригованный таким необычным звонком, Родионов прождал Дронго еще полчаса, и лишь потом поехал в гостиницу. — В холле гостиницы? — Его ждал сам Дронго. — Для чего такие секреты? — удивился Родионов. — Почему ты не позвонил сам? — Был очень занят. — Улыбнулся Дронго. — Пойдемте обедать в ресторан. Сейчас должны приехать ваши ребята. — А кто звонил? — Я сам. — А почему меня не позвал к телефону? Мне нужно было поставить один маленький эксперимент. Раз я его поставил. Я уж наверняка знаю, как убили банкира. Но давайте пообедаем, подождем ваших племянников. Они прошли в ресторан. Родионова там знали в лицо. Но гостиница Пекин раньше находилась в курации Комитета Госбезопасности СССР, и здесь размещались многие офицеры, легально пребывающие в командировку в Москву. А полковник Родионов часто появлялся в гостинице, встречаясь с гостями. Они сели за столик, и Родионов заказал легкую закуску. В столь ранний час обедать не хотелось. — Ты хочешь сказать, что знаешь, кто убийца Воробьева? — Думаю, да. И ты можешь доказательно объяснить, куда делалось оружие? — Безусловно. — Тогда чего ж ты ждешь? — Не нужит театральный эффект. — Уже ничего. Вот пришел первый племянник. Сейчас послушаем, что он скажет. — Николай. — Вошедший парень нерешитно мялся на пороге ресторана, не шаясь войти. Дронго поманила рукой. — Ну что, молодой человек, — строго спросил он. — Рассказывайте о ваших успехах. — Был в министерстве. Обошел все отделы, связанные с банком. В тот день никто не звонил. Я провел всех сотрудников, связанных с этим банком. Никто не помнит такого разговора. — Очень хорошо. — Дальше. — Как вы и просили, я заехал в офис. Госпожа Бабич. Разговаривала с ее секретаршей. Она мне подсветила, что женщины встречались за два дня до убийства. — Это была она? Секретарша не могла ошибиться? — Нет, точно была она. — Никакой ошибки. — Вы можете мне объяснить, что здесь происходит? — не выдержал Родионов. — Я пока ничего не понимаю. Кто такая она? С кем встречались женщины? — Немного терпения, — улыбнулся Дронов. — Скоро должен появиться ваш второй племянник. Через десять минут действительно в ресторан бежал второй племянник, уже практикующий врач, который, очевидно, принес важные сведения. Он задыхался, хватая воздух губами, но на лице было нескрываемое торжество. — Все узнал, — радостно сообщил он, — туристическая фирма «Алтай», а они давно сотрудничают с банком. Алтай оплатил из собственных средств поездку одной пары по классу «Люкс» три месяца назад. В заявке было указано, что сделано по заказу господина Воробьева. — Молодец, — похвалил Лодронго. — Как тебе удалось посмотреть документы? — В Алтае работает заместителем директора мой бывший одноклассник. Он мне все и показал, даже стоимость апартаментов на Канарах тоже была указана. Вся поездка обошлась в шесть тысяч восемьсот долларов, не считая их расходов на самом острове, конечно. — Понятно. — А в больнице был? — Был. — Она действительно стояла на учете. — В больнице там все ребята знакомые, вот я же узнал про все. Сначала не говорили, потом раскололись. Она лежала у них в больнице. Делал аборт на сохранение, но у нее был выкидыш. — Вот это новость, — тихо произнес Дронов. — Кажется, моя интуиция здесь несколько меня подвела. — Ты уже получил все сведения? — спросил Родионов. — Да, получил. — Так, может быть, расскажешь нам, что происходит? Уже злился Родионов. — Конечно, расскажу. У нас еще есть полтора часа времени. Дронов взглянул на часы. — Кроме того, я жду еще одного звонка. Мне позвонят прямо сюда, в ресторан. — Перестань ты говорить загадками. — Рассказывай, что тебе удалось выяснить. — Начнем с того, что я с самого начала понимал. Пистолет должен был быть в кабинете в момент убийства, а затем вынесен оттуда предполагаемый убийца. — Да, но Назаров этого сделать никак не мог. — А спрятать пистолет в кабинете или в приемной у него не было никаких шансов. Там все очень тщательно проверяли. Я читал протоколы осмотра места происшествия. Значит, оставалось предположить, что пистолет унес кто-то другой. Но кто именно? Мне показалось странным, когда Роман сказал, что Воробьев, позвонив утром своей секретарше, спросил, кто еще. — Что значит, что еще? Ведь до этого у него не было никаких посетителей. Кира сказал ему, что будут Левина и Горюнова. А жене не было произнесено ни слова. Значит, он заранее знал, что жена в этот день появится у него. Соответственно, об этом знала его супруга. Видимо, у них должна была состояться какая-то важная встреча. Тогда я понял, что пронести в банк оружие могла только супруга Воробьева в своей сумке. И, разумеется, никто не проверял. А вот сумочки Левина и Горюновой тщательно осматривались. — Ты думаешь, что это она? — изумил Среденов. Оружие принесла, безусловно, она. Но стреляла не она. Дело в том, что Светлана Викторовна передала пистолет Кире, который выстрелила в своего благодетеля. Так, кстати, говорили об Аркаде Борисовиче люди, купившие квартиру Киры. Видимо, он помогал в свое время покупать квартиру для Киры. — А куда потом делся пистолет? Она вынесла пистолет в коридор и передала его ожидавшей в коридоре Светлане Бабиче. А то спокойно унесла оружие из банка, по пути домой, найдя возможность от него избавиться. Светлана Викторовна встречала с Кирой у себя в офисе за два дня до убийства банкира. — Согласитесь, что красивые секретарши, хотя мне очень нравится слово «секретари», не так часто встречаются с женами своих начальников вне служебного времени. — Это вовсе не доказательство, — возразил Резионов. — Пока у нас нет никаких фактов. Только голые рассуждения, пусть даже очень оригинальные, верно. Но в тот день произошло еще одно событие, которое убийцы не могли предусмотреть. Журналистка Горюнова во время интервью с Аркадием Борисовичем нечаянно разлила кофе на кресло, почти всю чашку. Подобный прокол не мог быть предусмотрен никаким сценарием. А после ее визита и визиты Светланы Бабича в кабинет вошла Марина Левина, которая во всех своих показаниях уверяла, что сидела именно в этом кресле. Вы меня понимаете? Ведь этого никак не могло быть. В тот день Левина была в светлых серых брюках. Она просто испачкала все брюки. — Это уже более конкретно, — согласился Резионов. — Здесь есть хоть конкретный факт. Слушайте дальше. Туристическое агентство Алтай отправило три месяца назад на Канарские острова Воробьева с Мариной Левиной. Именно тогда она исчезла. Вот у меня сумел проверить. У нее в паспорте была испанская виза. А вот Светлана Бабича, наоборот, никогда не бывала на Канарах. — Улавливаете? Они были вместе, и Левина ждала ребенка. — Думаю, Аркадь Борисович не очень хотел ребенка, так сильно компрометирующего своим появлением. — Раньше, я считаю, что так думала и Левина. А теперь знаю, что она ждала этого ребенка, а вот сохранить не смогла. — Судя по тому, что нам рассказал Семен, она потеряла своего ребенка почти полмесяца назад. В последнее время Воробьев сильно пил. Это могло сказаться на его самочувствии. Тогда все встало на свои места. Светлана Викторовна, знавшая очень многое о своем муже, давно мечтала от него избавиться. Очевидно, не очень любила своего старого хозяина Икиры. А Марина Левина его просто должна была ненавидеть. И невольно стала соучастницей преступления. Светлана Викторовна в тот день пронесла оружие в своей сумочке. Из пистолета стреляла Кира. Кстати, у нее был выполнен даже кандидатский норматив. Так хорошо она стреляла. Затем Бабич унесла оружие. Но тут появляется Левина, которая должна обеспечить алиби. Когда она вошла в кабинет, Аркадий Борисович был уже мертв. Но она не прошла к столику и не села в кресло, ведь подходить к покойному ей совсем не хотелось. Она просто встала у дверей, глядя на своего бывшего возлюбленного, уже с пулей в виске. Несчастная Левина даже не подозревала, что в кресло она сесть не может. Там был еще сыр от пролитого Татьяны Грюновой кофе. Постояв так немного, она вышла из кабинета и ушла. В это время Светлана Бабич, позвонив Кире, передала из коммутатора банка, что хотят говорить с Аркадьим Борисовичем. Ее голос никто не знал. Она обычно звонила мужу по прямому телефону или в автомобиль. Она позвонила и просила соединить ее с Кирой, сообщив, что беспокоят сотрудники Министерства финансов. Судя по проверке, никакие сотрудники Министерства в те дни не звонили. Значит, это была липа. Обман с целью еще раз обеспечить алиби Кире, заодно и самой Марине Левиной. Ведь Воробьев к того времени был уже мертв. Вот так круто замкнулся. Сам Назаров, дававший показания, утверждает, что перед выходом Киры банкир говорил с работниками Министерства финансов. Разговор он, конечно, не слышал. Просто Кира позвонила по селектору, сообщив, что с Аркадьим Борисовичем хотят поговорить. И когда у нее тоже было прочное алиби, она вышла из приемной, и несчастный Назаров остался один на несколько мгновений, во время которых он не мог так быстро убить банкира и спрятать оружие. Вот там и разгадка этого странного преступления. По моим сведениям, сейчас Кира живет в Каунасе, банк перевел ей в Каунас более ста тысяч долларов. Согласитесь, неплохая плата за молчание. В этот момент к их столику подошел официант. — Там, кажется, вызывают кого-то из вас, — сказал он, наклонившись. Дронго, быстро пройдя к столику администратора, взял трубку. Выслушав какое-то сообщение, он удовлетворенно кивнул головой и вернулся на место. Кира оказалась более сентиментальной, она даже навещала Романа Назарова в тюрьме, словно пытаясь загладить вину перед ним. — Ужно срочно ехать к жене Воробьева. — Поздно, — вздохнул Дронго. — Что поздно? — Не понял Родионов. — Звонили из аэропорта Шереметьево. Она только что выездила в Голландию. Когда вернется, неизвестно. — А Марина Левина? — Несчастная женщина, — думаю, она все подтвердит. — Потеря ребенка заставила пойти на крайние меры, и она согласилась стать соучастницей Светланы Бабичей Киры, рассчитывая в будущем на благосклонность вдовы погибшей. — Как все просто, — сказал Симон. — А почему этого не могли понять следователи, ведущие расследование? — Они рассуждали правильно, — возразил Дронго. Но никому и в голову не могло прийти, что сразу три женщины смогут договориться. Это так не похоже на женщин вообще, а тем более на соперницы. Но, видимо, покойный порядком надоел всем своим возлюбленным, и от него решили коллективно избавиться. Вот и выбрали такой сложный метод. Но помешали всего два небольших обстоятельства. Сначала неожиданный звонок заместителя Воробьева, который потребовал немедленно поговорить с банкиром. И, во-вторых, чашка кофе пролита именно на гостевое кресло. И этого оказалось достаточно, чтобы сломать такую блестящую подготовку. — Вот и все ваше преступление. Думаю, Марина Левина уже готова дать показания. — Мы сумеем задержать отправку Назарова в лагерь, — поднял Сырьенов. — Ты просто молодец, сумел так блестяще все просчитать. — Это твои племянники молодцы, — улыбнулся Дронго. — Можешь их поблагодарить. А я просто немного поразмышлял. — Вы всегда так размышляете, — спросил Николай. — Только когда нужно кого-то спасти. — Очень серьезно, — ответил Дронго. — И помочь своему другу. К нему же подходил официант, протягивая счет за обед. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов. Реактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...